С 88 главы Курзута начинаются последние слова Манихая, это он их говорит в тюрьме, уже непосредственно перед тем, как его убьют злые и несправедливые власти, как они убили многих посланников света, таких как Иисус Христос и так далее. Вот он говорит последователям, которые все-таки к нему прорвались там в тюрьму, во-первых, он говорит, что посланники света это вообще миссия не такая, что можно расслабляться и получать некое воздаяние. Они провели всю свою жизнь в страдании, их тела постоянно болели, распинались и они были этим удовлетворены, приветствуя боли распятия своих тел, то есть свое тело они приносили в жертву своей миссии, чтобы они могли спасти все души от заблуждений и зайти к вечному покою. Ну вот то, что говорит Манихая о себе, это распространяется на манихейских монахов, потому что они являются как бы сейчас маленькими копьями Манихая. Почему называется Манихеи тоже? Потому что они как бы тоже Манихей, тоже Манихая. То есть вот Манихейское монашество, оно не должно рассчитывать на какое-то воздаяние на земле, но оно изначально должно исходить из того, что будем жить в страдании, чтобы спасти все души от заблуждений. То есть в мире, где идет борьба добра и зла, человек, который полностью решил себя посвятить свету, он страдать будет неизбежно, просто в силу того, что идет борьба, нужно к этому быть готовым. С того времени, как он пришел в мир, он не имел никакой радости, то есть сам Манихая, главный Манихей говорит, что он вообще никакой радости не имел, потому что он страдал за святую церковь, за своих последователей. Он освободил церковь, то есть собрание всех последователей от рабства архонтам и положил в нее добрый разум. Имеется в виду, поскольку вот с добрым разумом, то есть именно рабство ментальное, да, то есть внутреннее такое желание подчиняться архонтам. Архонты любые власти, земные и небесные, то есть социальная власть тоже является архонтом. Не нужно ее бояться, не нужно ей подчиняться просто потому, что она власть, подчиняться нужно истине. Архонты небесные – это черти, то есть это всяческие страсти, которые диктуют, они тоже выступают как бы вот такие менты, только внутренние. То есть страсть привязанность на диктует определенное поведение, и ей подчиняться – это вот все равно, что подчиняться какому-то человеку, который вас вот бьет там, заставляет, хамит там, пытается под угрозами, чтобы вы что-то делали. То есть рабство как любым внешним силам, так и любым внутренним силам, от всего этого нужно быть внутренне свободным. И что нас освобождает? Добрый разум. То есть рационализация всех этих ситуаций, понимание в каких ситуациях страсти нас заставляют, в каких ситуациях нас другие люди или общество заставляют, какие-то общественные стереотипы. Рациональный анализ любой ситуации, он освобождает. То есть он помогает вам не следовать просто за тем, что диктует, что какие-то внешние силы диктуют, какие-то стереотипы, а следовать разуму, вот в разуме, собственно, свобода. Как и Христос говорил, познаете истину, истина сделает вас свободными. Но в то же время от страданий, как он говорит, его лично это не избавило, потому что он сострадает. То есть у него страдания связаны не с тем, что он не может объекты страсти удовлетворить, от этого он свободен. Он страдает о том, что живые существа страдают, то есть он сострадает миру. В особенности вот те, кто идет его путем, испытывает преследование от врага дьявола. Каждый раз, когда он видит, как церковь страдает, то есть собрание всех, кто следует добру. Он тоже ей сострадает и не имеет другой печали, кроме печали о душах людей, которые не приняли утешение, не укрепили себя крепостью, стоянием за правду. То есть печаль о душах тех, кто не выбрал этот путь, у кого нет достаточной силы воли, крепости, стояния за правду, которые тоже страдают от различного рода архонтов. И потому что те, кто на этом пути сделает ошибки, выйдет и будет блуждать, тот может навсегда уйти в ад. Ну вот это о душах, которые не приняли утешение, то есть которые не стали манихими, он говорит, что они уйдут в ад. Ну и также о тех, кто, естественно, кто этим путем шел и от него отошел в какой-то степени. Вот он опечалился от тех, кто не принял покаяния и не был успокоен рукой покоя. Ну в данном случае, поскольку он сидит в тюрьме, фактически он говорит о людях, которые его мучают и скоро его убьют. То есть он говорит, что у него печаль не о том, что его скоро убьют, а печаль о тех душах, которые не приняли утешение, которые пойдут в ад. В особенности за то, что они, естественно, убьют посланника света, они, естественно, пойдут в ад. Поэтому он говорит, что он о них печалится тоже. То есть он печалится о церкви, что она страдает, и он печалится о тех душах, которые не приняли утешение, и они его убьют и пойдут за это в ад. дальше он говорит церкви услышите мои слова которые я говорил вам держитесь дел жизни выносите преследование так как начались преследования как раз в это время вот он поэтому говорит конкретно о политической ситуации что будут репрессии вы выносите репрессии конкретно какая проблема сейчас возникла перед церковь вот он на ней говорит укрепляйте себя через эти заповеди которые я дал вам чтобы вы могли избежать второй смерти 2 смерть это в шаре то есть это окончательная смерть слушатель какое-то время перерождается то есть у него первая смерть он перерождается а в шаре при конце света все кто согрешили все кто не прошли суд христа они все попадут в последние оковы в которых нет надежды на жизнь то есть они полностью умрут он образно тут говорит вот эти последние оковы в которых нет надежды на жизнь он образно говорит о полной смерти. Вторая смерть — полный смерть. Дальше они не будут никак существовать. Это смерть души полной. Чтобы вы были спасены от горького конца отрицателей и проклинателей, о которых выше говорилось в 87-й и предыдущих главах, которые видели правду своими глазами, но от нее отвернулись. Они придут в место наказания, в котором нет ни одного дня жизни. Почему там нет жизни? Потому что свет, который освещает, будет скрыт от них, и они не увидят его вновь. Потому что они отказались от разума, который ей дает жизнь, и, соответственно, жизни у них не будет. Жить они не будут. Воздух и ветер будут убраны от них, не будет там ничего. Не получат они дыхание жизни, начиная с этого времени. Вода и роса будут убраны от них, они не вкусят их никогда. И раз они не знали доброго бога, то будут корчиться и гореть в огне. Но в огне имеется в виду промежуточность. Сначала они будут гореть в огне. Ранее это описано все в Куразуте подробно. Они будут гореть в огне. Из огня кого-то еще смогут спасти монахи, те, кто, допустим, следовали учению монахов, но все равно попали в огонь из-за того, что у них было много преступлений. Кого-то там монахи смогут вытащить, но те, кто доброго бога не знает, они будут гореть в огне, а потом пойдут в шар, то есть окончательно умрут.